Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки в Конституцию, в которых были учтены все ключевые предложения профильной рабочей группы. Изменения предложены ко второму чтению законопроекта. Поправки включают самый широкий спектр тем, в том числе упоминания в Конституции Бога, запрет на отчуждение территории страны и новые ограничения для чиновников. Несмотря на то, что работа по поправкам в Конституцию выходит на финишную прямую, в регионах продолжается обсуждение инициатив в основной закон государства. Законопроект о поправках в Конституцию глава государства Владимир Путин внес в Госдуму в конце января. Предполагаемые изменения закрепляют основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Для проработки вопроса была создана рабочая группа, в которую поступило более 900 предложений. По словам члена рабочей группы Григория Литкова, каждая поправка важна и не должна затеряться. Сегодня все говорят об этом, что не потерять ни одной поправки. Значит, понятно, все не могут зайти в Конституцию, но в профильное законодательство в плане спорта, образования, здравоохранения, все озвученные предложения должны быть идеями и законотворческими инициативами. Профильное законодательство, законы субъектов, нормативные акты муниципалитетов. Поэтому большая планомерная работа, очень своевременная, сегодня проводится. Одна из представленных поправок касается развития волонтерства. Так, Ольга Амельченкова, руководитель Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», предложила добавить в 114-ю статью Конституции пункт о дополнительных полномочиях правительства в сфере мер поддержки волонтерской деятельности. На местах отмечают данная поправка крайне необходима. Чтобы мы могли в регионах создавать какие-то программы, которые будут направлены именно на развитие добровольчества в регионах. Законы, отдельные законодательные акты, нормативные акты. И они, конечно же, должны опираться на федеральное законодательство. В данный момент у нас добровольчество закреплено лишь в законе, получается, который вышел в феврале 2018 года. Это закон о благотворительной деятельности, добровольческой деятельности. В Нейнском округе официально волонтерами признаны более 500 человек. Вовлеченными в волонтерскую деятельность являются более 5000 жителей Нейнского округа. Вообще направление у нас в округе достаточно развито в сфере волонтерской деятельности. Это, конечно же, событийное волонтерство, когда у нас ребята помогают при проведении каких-то крупных мероприятий. Это социальное волонтерство, когда мы оказываем помощь незащищенным слоям населения, детям-сиротам, детям-инвалидам, либо в домах престарелых. Это серебряное добровольчество, лица старше 55 лет. Потом у нас экологическое волонтерство очень сильно развито. Волонтеры Победы, волонтеры Культуры. Проводя чемпионат Обилимпикс в округе, мы можем сказать, что мы развиваем инклюзивное волонтерство. Совет Госдумы определил, что Нижняя палата Российского парламента рассмотрит внесенные поправки в законопроект во втором чтении 10 марта. А на следующий день, в третьем. В поправках говорится также о ряде процедурных вопросов. Уточняется, что изменения в основном законе будут считаться одобренными, если за них проголосует более половины участников общероссийского голосования. Оно состоится 22 апреля, и одобрение от граждан будет обязательным условием для вступления поправок в силу. Мария Владимирова, Алина Волчейская, Наталья Дуркина, Владислав Новский, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова